25 ноября состоялось очередное заседание Законодательного собрания Тверской области. В повестке было 17 вопросов. Один из основных – внесение изменений в областной бюджет 2021 года и плановый период на 2022-2023 годы. В этом году предусмотрено увеличение доходной части областного бюджета почти на 4 миллиарда рублей. Расходы увеличиваются на 5 миллиардов. В частности, на 650 миллионов увеличиваются расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. На 45,8 миллиона увеличивается поддержка сельского хозяйства. На капитальный ремонт первого этажа и оснащение нового филиала МФЦ в Оржеве будет направлено более 35 миллионов рублей. Кроме того, 354 миллиона планируется потратить на обеспечение единовременной выплаты к началу нового учебного года работникам образовательных учреждений. А 28,5 миллионов федеральных денег пойдет на предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагога государственных профессиональных образовательных организаций. На ежемесячные выплаты на детей из малообеспеченных семей в возрасте от 3 до 7 лет включительно направят 538 миллионов. Также на приобретение автотранспорта многодетным семьям предусмотрены дополнительные средства в сумме 41 миллион рублей. Выделяются средства на детские пособия, средства на лечение коронавирусной инфекции, на капитальный ремонт и приведение нормативных состояний наших региональных дорог, соответственно, межмуниципальных региональных дорог. 650 миллионов рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации. Также на заседании в двух чтениях депутаты приняли изменения в закон о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. В частности, в этом году увеличиваются расходы по разделу здравоохранения, в том числе за счет дополнительного финансового обеспечения и оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, заболеваниям или подозрениям на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы ОМС. Также речь идет о финансировании за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации проведения углубленной диспансеризации лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию.